Уважаемые любители моих фотографических опытов! Сегодня у нас пойдет речь об очень интересном объективе, который ознаменовал конец дагеротипной эпохи. Этот объектив был выпущен между 1867 и 1868 годами. Он обладает огромным количеством достоинств, поскольку прошло почти 20 лет после того, как такие конструкции впервые появились в мастерских «Шевалье». Этот объектив ознаменовал, в общем-то, максимальное достижение оптики, приспособленной для дагеротипов. В то время дагеротипы уже достигли вот такого размера и выглядели вот таким образом. Вот это два дагеротипа, один европейский, другой американский, на которых сделаны портреты. Как вы видите, они все также небольшие, да и поле, которое кроет этот объектив, тоже небольшое. Оно, на самом деле, если вы посмотрите на картинку, ландшафт, то красненькими стрелочками обозначены уголки, которые он уже заваливает. Он с трудом кроет матрицу 907-го Хассельблада, но кроет ее почти идеально. Что же это за объектив? Это объектив для портретной съемки, которые, конечно, хочется тут же и использовать. Но у него есть масса особенностей. Первая особенность – он очень сильно рассеивает свет, попадающий в камеру. И поэтому для того, чтобы избавиться от него, я использовал ящик из-под сигар для того, чтобы он максимально поглощал свет, выходящий из объектива. Только в этом случае можно добиться необходимого контраста. Посмотрите на стволы сосен, которые вы видите перед собой. Ясно, что там, где поконтрастнее с хорошим рассеивателем, а там, где неконтрастно, это просто мех традиционный Хассельбладовский. Имейте это в виду, особенно при использовании таких старинных объективов. Именно поэтому у старых фотографов были огромные ящики, которые боролись с светоросением, и маленькие объективы. Перейдем непосредственно к тому, для чего он делался. Посмотрите несколько тривиальных портретов женщины в летах, которые, как правило, вы знаете, лицо уже отражает, так сказать, следы прожитой жизни. Как видите, этих следов практически нет. Этот объектив до диафрагмы 5,6-8 примерно, а начальный у него светосила 3, он достаточно мощный, он очень хорошо размывает изображение. Практический это софтфокусный объектив. И для съемки портретов он практически идеален. Что вы, собственно говоря, и видите на портретах пожилой женщины. Теперь обратимся от портретов женщины непосредственно к мирам. Что же можно сказать про этот объектив, учитывая, что есть у нас 50-мегапиксельная матрица? Этот объектив, оказывается, очень хорошо разрешает. 25-30 пар линий по центру на закрытой диафрагме до 11. Это фантастический результат. Такого было трудно получить даже на ранних тессарах. Посмотрите и почитайте книжку «Тессар искусства фотографии», «Апланат искусства фотографии», вы поймете, что это очень приличное разрешение. Более того, если мы теперь перейдем к использованию этого объектива, ну попробуем для начала элементарные ландшафты, то вы увидите, что вот, например, тот самый сосняк, где я тестировал объектив, он передается очень интересно на разных диафрагмах 3, 5, 6 и 11. Как вы видите, размытие очень эстетичное и очень красивое. А диафрагмирование приводит к повышению резкости. Еще посмотрите на один снимок большого пространства. Это дорога на Суздаль. Я там снял дикие яблони. И вы видите, как получилось, если снять Хасельбладом стандартным объективом и потом этим самым архаичным портретником. Что получается на диафрагме 3, на открытой диафрагме, он работает идеально, слегка софтит, что очень красиво. 5,6 тоже ничуть не хуже. То есть 11 – это уже, становится, резкий современный планат. Не так интересно. Ну, доехав до Суздаля, я, естественно, придался всяким удовольствиям. То есть я снял для начала самый контрастный объект – белую стену и купола темные. Посмотрите, как он работает. Ну, закономерность та же. На 3, 5, 6 он моет изображение, а на 11 он уже практически резкий, как современный объектив. Та же самая история с торговыми рядами. Вот вы видите фрагмент увеличенный этого кадра, чтобы понять, что происходит на разных диафрагмах. Еще интереснее стоящий вдалеке храм, где очень красиво за счет еще цветового контраста передаются различные детали. Закономерность та же самая. Чем больше диафрагма, тем резче и проще работает объектив. Мне больше всего нравится работа его без диафрагмы. Значит, что дальше? Дальше, естественно, дорога назад и ландшафты. Ну, вот посмотрите, как передается красиво солома скрученная. И как красив под Юрьевым Польским дальний ландшафт с развитым небом. Достаточно интересно. Объектив это чувствует, хорошо передает. Даже в цвете, несмотря на то, что о цвете в 1867-1868 году речь вообще не шла. Но самое интересное, это, конечно, портреты, для которых он создавался. А что же с портретами? Для этого я отправился в храм, который еще почти на столетие старше этого объектива, и сделал несколько там снимков. Ну, вот посмотрите. Сначала ростовой кадр одного из служителей на разных диафрагмах, так же точно, как вы видите. Оптимальный результат, конечно, на открытой до трех диафрагме. Более того, дальше поясной портрет. Уже это уличная съемка. Более крупный план внутри храма, где объектив прекрасно справляется с контрастами. Ну, вот грудной, по сути дела, портрет, и чистый портрет, чистая портретная съемка. Посмотрите, как он передает кожу, морщинки, выражение лица и внутреннее содержание человека. Мне кажется, что это бесценный опыт, который может дать такой объектив. Ну, и в конце концов, хочется же ведь что-то такого очень приятного. Ну, и вот посмотрите за снимки одного из духовных наставников, который посещает эти храмы. Вот его лицо вполне точно отражает пластику этого объектива. То есть ничего лучше для качественного портрета придумать практически невозможно. По этой причине, уважаемые господа, пользуйтесь достижениями прошлого. Не только для того, чтобы получать такие плоскенькие портреты в отраженном свете, полученные самым древним способом, но и современными 50-мегапиксельными камерами можно получить очень интересный и содержательный результат. Для любителей этой съёмки ещё раз повторю, потому что нужно использовать коробки для рассеивателя ещё больше, чем у меня. Это маленькая сигарная коробка. Желательно бы её сделать ещё побольше. Тогда гарантия результата вполне будет предсказуема. То есть вот эта борьба за свет против света, она велась, ведётся и будет вести, видимо, вечно. Поэтому не забывайте, в те далёкие времена с этой борьбой было проблемно и решали её просто размерами камер. А так, объектив практически идеален для портретных сессий. Если у вас есть Хасельблат 907, то вам открыта дорога для очень изящных портретных результатов. Не приставайте к сотрудникам магазина Кутузов Фото. То в них нет таких объективов. Объектив, который использовался раньше, 1843-1844 года, их осталось единицы. Слишком давно это было. Таких тоже объективов очень немного. Хотя и можно найти при желании на международных аукционах. Но вы для начала можете приложить свои руки к элементарным апланатам. У меня есть книжка «Апланат искусства фотографии». Там я описываю их свойства. Найдите недорогой и дешёвый апланат. Он не намного лучше этого объектива. Но, тем не менее, даст вам представление о пластике старинной оптики. Тем более, они есть с маленькими фокусными расстояниями. Там 120-140 мм, 160 мм, которые прекрасно садятся на... Через переходные системы прекрасно садятся на Хасиблат 907. А 907-хасиблат купить намного проще, чем хороший старый объектив. Хотя стоят они на порядке дешевле. Так что, уважаемые слушатели и зрители, рекомендую вам обзавестись некими такими конструкциями, которые украсят вашу жизнь. Поскольку они раскрывают возможность создания портретов, которые будут нравиться самим портретируемым. Сами понимаете, все хотят выглядеть лучше, чем на самом деле. И этот объектив для этого очень хорошо приспособлен, как и Апланата, его ближайшие родственники. Так что, экспериментируйте, не забывайте про увеличение размеров светорассеивающих коробок. Необязательно из-под сигар. Здесь тоже не менее вкусные вещи. На этом я хочу пожелать вам успехов и очень хороших портретных результатов. Тем более, Хасельблат позволяет это делать в очень широком диапазоне неродной оптики. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok